МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». Студия Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небесный помощник. Для чего в службе скорой помощи беспилотный самолет? Готовность номер один. Какие прогнозы на половодье 2014 дают на Чебоксарской ГЭС? Не теряя смысла и красоты слога. В Чувашии презентовали произведение Александра Грина в переводе на чувашский язык. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У медиков республики скоро появится крылатый помощник. В республиканской станции скорой медицинской помощи задумываются о приобретении беспилотного самолета. Этот аппарат сегодня презентовали врачам чебоксарских больниц. Насколько полезен он будет в службе 0.3, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Низ! Мы обучаем. Вверх! Приобретенный комплекс. Небольшая проверка перед запуском, и беспилотный самолет начинают готовить к показательному полету. Чтобы аппарат поднялся вверх, его натягивают, как камень на рогатке. Только так он может набрать необходимую скорость. Попутный ветер – это все, что нужно для взлета беспилотника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 90 км в час – это его максимальная скорость. Причем подняться аппарат может на высоту 2000 метров. Его полетом управляют на Земле. На экране оператора отображаются снимки из космоса. Красная линия – это траектория движения беспилотника. Видеосигнал он передает прямо на монитор. С высоты птичьего полета территория, как на ладони. Мы задаем высоту, скорость, и самолет поддерживает сам полностью автопилот, заданные высоты и скорость. Полностью сопровождаем и управляем самолетом, если нужна какая-то корректировка в управлении. Беспилотники уже давно поступают на вооружение силовых структур и даже частных организаций. С их помощью специалисты следят за состоянием газопроводов, лесов. А в некоторых регионах эти аппараты патрулируют городские улицы. Чувашские медики планируют приобрести самолеты для мониторинга обстановки на федеральных трассах. В случае ЧП беспилотник в режиме онлайн начнет передавать картинку. Наш старший врач, тот, кто руководит всем процессом направления бригад, увидит реальную картинку, что же там происходит на самом деле. Сколько там пострадавших, живы ли они. И, конечно же, оценить ситуацию, оказать более быструю, более качественную помощь. Вот эта техника, она, конечно, позволит. Но пока весь вопрос упирается в деньги. Возможно, что беспилотники поднимутся на дорогах Республики только к концу года. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Модернизация медицинской службы идет активными темпами. Сегодня подстанции Чебоксар и Новочебоксарска получили новые автомобили. Кареты скорой помощи выстроились в несколько рядов. Всего на вооружение городских медиков поступило 39 машин. Теперь автопарк службы 03 в Чебоксарах и Новочебоксарске обновлен на 100%. Этого в больницах ждали давно. Более 90% автомобилей поступили бригадам скорой помощи 8 лет назад. Новые «Газели» оснащены самым необходимым оборудованием – дефибриллятором, кислородными масками и специальным аппаратом, который может определить пульс, давление и сердцебиение человека. Фельдшеры говорят, что эта техника значительно облегчит их работу. Для оказания экстренной скорой медицинской помощи и даже для реанимации больного, пациентов, все необходимо есть. Ключ от автомобилей фельдшерам вручал глава республики. Он отметил, что модернизация службы проводится с одной целью – скорость оказания медицинской помощи должна увеличиться. Машины приобретали по принципу частного государственного партнерства. Новый транспорт поступил в республику в рамках реализации подписанного в декабре прошлого года соглашения. На покупку автомобилей было направлено более 33 миллионов рублей. После всего транспортного обеспечения мы планируем перейти к обновлению и другой социальной инфраструктуры региона за счет внебюджетных источников. Таким образом, мы планируем в республике сделать самую эффективную систему здравоохранения в Российской Федерации. Государственная политика была направлена, многое сделано, отремонтировано. Большое количество поликлиник, больниц, почти 3000 единиц оборудования установлено в наши учреждения здравоохранения. Эта работа не приостановилась, она продолжается. Проблемы формирования доходной части бюджета республики обсудили сегодня на парламентских слушаниях. Главный вопрос на повестке дня – как увеличить наполняемость казны. Несмотря на то, что объем доходов консолидированного бюджета Чувашии за 2013-й по сравнению с прошлым годом вырос на 9,2%, а по доходам на 1 марта 2014 года бюджет исполнен полностью и составил 4,7 млрд рублей, рост расходов все же опережает динамику собственных доходов. Поэтому необходимо стабильно развивать экономику Чувашии, создавать новые производства и открывать предприятия. Основным фактором экономического роста, безусловно, должны стать инвестиции. Это необходимо для повышения конкурентоспособности и производительности труда, считают докладчики. Наносят вред экономике недобросовестные работодатели, которые скрывают доходы работников и не пополняют казну в должном размере. Американский бюджет на 2014 год и на планы вперед 2015-2016 годов формирован в непростых макроэкономических условиях со снижением общей динамики роста экономики. В связи с этим параметры оригинального бюджета носят достаточно напряженный характер, даже, можно сказать, жесткий. Но бюджет мы обязаны исполнить по всем статьям. Во время половодия 2014 большого притока воды на Чебоксарской ГЭС не ждут. Но если, к примеру, начнутся затяжные дожди, резко увеличится сток, то станции, которые работают на непроектной отметке, придется сбрасывать воду в холостую. А как шайс, который находится ниже по течению, опять может уйти под воду. Впрочем, риск такого развития события невысокий. Подробности далее. Из-за раннего потепления половодие в бассейне Чебоксарского водохранилища в этом году началось на две недели раньше среднемноголетних значений. По словам представителей Росгидрометия центра Марины Китарьевой, эта зима в Чувашии была теплой, и процесс замерзания рек растянулся. Толщина льда и глубина промерзания почвы составили лишь половину от средней нормы. Весна же под влиянием мощного потока теплого воздуха началась рано. Снег не просто растаял и потек, а испарился. Можно сказать, что пик половодия 2014 года уже прошел. То есть да, не исключено, вода еще будет, потому что снег еще остался по северу республики в лесных массивах, в оврагах. Но начиная с 5 числа, по расчетам, боковой приток уже медленно начинает спадать. К весеннему половодию на ГЭС подготовились. Приняты все необходимые меры по безаварийному пропуску прибывающей воды. Работает паводковая комиссия. Вероятно, что напор воды на гидротурбины будет ниже допустимого из-за тихого половодия. Такое уже было в 12-х и 13-х годах. Напоры в эти половодия опускались до 5 метров на агрегатах. Часть турбин, я говорю, от 2 до 6, мы останавливали, выполняли ремонт турбинного подшипника, после чего гидроагрегат вводился в работу и нормально эксплуатировался. В Чувашии в зону половодия может попасть 16 муниципальных районов. Площадь прогнозируемых затоплений около 115 километров. В сельскохозяйственных угодьях из них 85. Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в весеннем половоде 2014 года в Чувашии создана специальная группировка сил. В ее составе около 5,5 тысяч человек, более 750 единиц техники и 16 плавсредств. Что, по словам представителей МЧС, достаточно для ликвидации последствий любого половодия в Чувашии. Оксана Замятина, Евгений Анисимов, Республика. Ну, спасибо. Детские сады продвинется на 220 мест. Здание 80-го года в советское время использовалось также по детский садик. Потом было перепрофилировано под спортивную школу, под детский зоопарк даже. В настоящий момент от здания в связи с требованиями к детским садам достаточно жесткими остаются только наружные стены и перекрытия. Полностью заменены на кровля. Будет утепляться фасад, будет штукатуриться и краситься фасад. Полностью заменены все коммуникации, электричество, вода, отопление. Сейчас сделано порядка 35% работ. Завершить реконструкцию планируют уже к лету. Но отставания от графика, хоть и не критические, примерно пару месяцев есть, отметил глава городской администрации Алексей Ладыков. Кстати, работы на этом объекте вообще могли бы подвиснуть на неопределенный срок. Дело в том, что между Министерством образования России и Чувашей возникли некоторые разногласия по поводу списка объектов для финансирования в 2014 году. Те объекты, которые мы начали строить в 2013 году, Министерство образования России не хотело включать. Так как они поняли, они издаточные. А эти объекты переходящие. Девять объектов мы начали строить в прошлом году, в том числе бульвар юности, где мы сейчас находимся. И эти объекты Министерство образования посчитало, нужно финансировать из республиканского бюджета. Однако с помощью вице-премьера правительства России Ольги Голодец спор удачно разрешили, причем в пользу республики. Право на федеральное финансирование получено, а значит сдача в срок этого детского сада, как и других объектов, теперь зависит от действий правительства Чувашии, города и застройщика. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Продолжаем знакомиться с номинантами Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Александр Грин на чувашском языке. Алые паруса, бегущие по волнам, золотая цепь и многие другие рассказы классика русской литературы можно читать на родном языке. Это стало возможным благодаря журналисту и переводчику Алексею Леонтьеву. Скоро в Литературном музее автор презентует пятитомник. Любовь к произведениям Грина сподвигла Алексея Петровича перевести классика на чувашский язык. Еще в детстве его вдохновили алые паруса. Именно с этого произведения он и начал свой путь переводчика. Тогда роман публиковался в молодежной газете по частям. В 1996 году вышла уже отдельная книга в чувашском издательстве. Также в столе у Алексея Леонтьева хранились 17 когда-то переведенных рассказов Грина. Так и набралось на новое издание. Хотел назвать «Морские рассказы Грина». Но потом смотрю, что-то маловато этих рассказов в 17. Начал переводить. И вот буквально, как сейчас помню, в начале марта 2010 года, как начал. И завершил сам перевод или сами переводы к осени 2013 года. Таким образом, решив выпустить одну книгу, перевел пять томов. Переводил Грина с удовольствием, как будто плыл на корабле по течению, говорит автор. Единственная трудность, с которой он столкнулся – литературный язык при переводе, когда нужно передать не только смысл текста, но и всю красоту написанного. Усилия переводчика оценили по достоинству. Алексей Леонтьев выдвинут на получение государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства 2014 года. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Эта неделя оказалась насыщенной информповодами. Многие из них нашли отражение в блогах и форумах. Сборка самых обсуждаемых тем в обзоре Анастасии Алексеевой. На остановках города Чебоксары идет повальное строительство новых павильонов. На смену легких прозрачных конструкций появляются массивные строения. До чего же эти строения кажутся убогими? По крайней мере на этапе строительства. Возле Спартака поставили аналогичную картонную коробку. Всякий раз ужасаюсь, когда мимо проезжаю. В Москве их сносят, чтобы посетители этих ларьков не парковали свои машины на остановках, а у нас строят. Маршрутки и так в два ряда стоят. Что нам стоит дом построить? Жилой дом в микрорайоне Байконур появился здесь вместо детсада. Проектная документация с администрацией города согласована не была, что положило начало скандалам. 19 февраля застройщик заявил о самоликвидации. Мэрия же подала иск в суд о сносе дома. Только у нас могут снести построенный дом. А если дом построен без нормативной проектной документации? Если он через год сложится как карточный? Мое мнение, что так называемые дольщики, хотя они вовсе не дольщики, а самые настоящие соинвесторы, сами виноваты. Разрешения на строительство не было, договор долевого участия не составлялся и в Рекпалате не регистрировался. Государство им помогать не должно. Пока дом еще стоит, на улицах тает снег и испаряется вместе с асфальтом. Блогер Зет Алексей прошелся по улицам города, но не везде смог сделать это беспрепятственно. Особенно в весенний слякотный период. Старый асфальт размыт, а новый не положен. Люди, переходя дорогу, просто останавливаются и пытаются решить, где же можно пройти дальше и не запачкаться. А вот еще очень странное место, где пешеходный тротуар неожиданно пересекается автомобильной кольцевой дорогой. Логическая задачка не для школьника. Пожалуй, городминистрации пора заняться и этим вопросом. Этой ночью Чебоксары может накрыть циклон. По данным гидрометцентра, с пятницы по вторник может выпасть половина апрельской нормы осадков. В основном они будут в виде мокрого снега. Температура в первой декаде апреля будет ниже нормы на 3 градуса, утверждают синоптики. Дилерский центр «Диалавто» подарил машину. В честь юбилея своей деятельности автосалон провел розыгрыш призов для преданных покупателей. Кто стал обладателем новенькой «Лады Калины», смотрите далее в репортаже. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания и хороших вам выходных. Дилерский центр «Лада Диалавто» развивается на рынке Чуваши с 2003 года. В декабре прошлого года автосалону исполнилось 10 лет. Именно к этому значимому событию «Диалавто» в период с 18 декабря прошлого года по 31 марта этого года проводил акцию «Один равен двум», в которой принимали участие все покупатели автомобилей «Лада». Итогом акции был розыгрыш автомобиля «Лада Калина». Главный приз собрал на парковке торгово-развлекательного центра «Каскад-Сити» около 800 покупателей. В декабре 2013 года, а именно 17 декабря, нашему автосалону исполнилось 10 лет. Сотное основание. Мы не могли не отметить такое знаменательное наше событие, наш юбилей существования и нашей работы. И решили организовать розыгрыши для наших покупателей. Первый розыгрыш у нас прошел в декабре. 17 декабря мы разыгрывали путевку туристическую. А вторым этапом мы проводим розыгрыш автомобилей «Лада Калина» среди наших покупателей. В день смеха 1 апреля у «Диалавто» серьезные намерения – осчастливить своих покупателей. Мы пришли на розыгрыш автомобиля от фирмы «Диалавто». Мы вот купили автомобиль в январе, поэтому участвуем. Среди собравшихся покупателей были разыграны также дополнительные подарки – стереосистемы, антирадары, автомагнитолы и другие приятные призы. Несмотря на уже полученные подарки, участники по-прежнему могли испытать свою удачу в розыгрыше автомобиля. Дорогие друзья, этот барабан сейчас выдаст нам счастливую бумажку, но сделает это он только при условии ваших аплодисментов. Я думаю, здесь не грех поаплодировать, это тот момент, которого мы ждали. Крути барабан и вытаскивай! Все, вот так вот смело, без лишнего пафоса. Дамы и господа, мы приглашаем на эту сцену обладателя. Обладателя номера телефона, который заканчивается на цифре 32. Обладателя двух букв А в имени. Сейчас заставил я всех думать зачем-то. Обладательницы. Мужики, простите. Шикарного отчества на букву Н. Участник под номером 729 Родионова Надежда Николаевна. Вот это удача! Вот она, счастливая обладательница автомобиля «Лада Калина» Надежда Родионова. Ну я так счастлива, двойне. Ну двойне, потому что я и это выиграла. И первый приз, и главный приз. Я ожидала, что с утра... Я как бы, ну с утра я как бы, ну чувствовала, что я это побеждаю, но победительницей стану, да. Фортуна улыбнулась в этот день именно этой прекрасной даме. И кто знает, возможно в следующий раз удача будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова